Это убивает, это не должно быть так. И вот я говорю, я просто 10 дней проревела. У кого-то были праздники, а я в истерике без, потому что я просто не знала, как это будет, как со мной дальше поступят. Так не должно быть. Так Наталья Лощенина рассказывает про свои новогодние каникулы. У ее сына Александра редкое генетическое нейромышечное заболевание – миопатия Ульриха. Лекарства нет. Мышцы ослабевают настолько, что во сне дышать можно только с помощью аппарата НИВЛ. Проблем доставляют бюрократические тонкости. Техника принадлежит детской палеотивной службе. Но Александру уже исполнилось 18. Аппарат должны были забрать и дать другой. Я перед Новым годом, почему я в истерику-то впала? Я перед Новым годом звоню в детский палеотив. Говорю, а что дальше? Вот у нас в январе 18 лет. Что дальше? Мне говорят, это ваша поликлиника решает. Я звоню в поликлинику. Мне говорят, это палеотивная служба решает. При таком заболевании человек дышит через маску. Но если упустить момент, то можно перейти и на инвазивную вентиляцию, когда уже необходим прокол в трахее. Для больного миопатии Ульриха пути назад к маске уже не будет. При этом Наталье, которая осознает всю сложность состояния своего сына, пришлось добиваться возможности проводить инвалиду необходимую реабилитацию. Документ на ее разрешение, говорит женщина, получить удалось не сразу. И буквально через войну с ответственными. Открываю эту ЕПРА, смотрю, палочки-то нету по отметке о палеотивном статусе. И у нас вообще все поубрано. Кроме коляски и пары туторов, вообще вся реабилитация убрана. Ее, естественно, там в слезы, в истерику. Говорю, как так-то? Вы что, получается, нам сразу, раз он посмел пережить, вы нас просто укорачиваете, нам еще больше жизни. И эта дама говорит, да ничего страшного вообще. Он говорит, вообще не палеотивный. От миопатии у Лериха нет лекарства, но продлевает жизнь физическая активность. Бассейн. Есть представление, да, что, может, уже не стоит по больницам ездить, надо просто заниматься реабилитацией дома, каждый день. А ее просто нет. Я говорю, врач пишет, ваш выход, бассейн. Опять же мне это повторяют. Говорит, надо ходить не менее 4-5 раз в неделю. А мы ходим только один раз, с горем пополам. Наталья не раз обращалась к прокурору. Ответ. В городе три бассейна. А кто мешает посещать? Но бассейн ОПИ, к примеру, для людей с инвалидностью не подходит. Я им каждый раз говорю, там нет условий. Они мне сами же отвечают, да, условий нет, но вы все равно туда ходите. На коляске в бассейн ОПИ не попасть. Благодаря помощи министра спорта края, появилась возможность плавать раз в неделю в Олимпийском. Там в конце ноября установили подъемник. Но проблема с раздевалками. Они не предназначены для людей с ограниченными возможностями. Министерство соцзащиты в ответ на наш запрос заверило, что они нашли решение как минимум одной проблемы семьи Лощининых. Мы не увидели никаких препятствий для того, чтобы Александр посещал бассейн несколько раз в неделю. Для этого маме Натальеве Васильевне необходимо обратиться, лично встретиться с руководством бассейна и договориться конкретно о дне и времени, когда удобно посещать бассейн. По словам чиновников, в помощь Александру технический вуз готов предоставить волонтеров. Несмотря на то, что и эти условия по-хорошему недостаточны, Наталья будет возить сына в Олимпийский. Других вариантов просто нет. Возможности Барнаула, к сожалению, далеки от столичных городов. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова